Быть хорошим – это самое опасное относительно себя. Я сторонник того, чтобы никакие свои недостатки не прикрывать псевдодостоинствами, а просто использовать весь этот кошмар как реактивное топливо. Я стараюсь поддерживать степень удовлетворенности, потому что как только я стану удовлетворена, я заглохну. Вот ты на нее любую рубашечку оденешь и скажешь – заебись. Надя – это такой эталон проживания, который не намотался ни на какие чужие идеалы. Чем отличаются здоровые от больных? Только одним, что больные, они просто себе много вопросов задают. Я понимаю, что, например, я маньяк-психопат по отношению к себе. Давайте сейчас станем мудаками. Научу плохому. Вот это про меня. Всем привет, друзья! Вы на канале «Женщины». Меня зовут Ольга Чебыкина. Напротив меня находится рода русских, которые не нуждаются в представлении. Вы давно ее ждали? И вот она пришла. Не пришла, приехала, прилетела. Очень рада тебя видеть. И у нас уже была серия с Надей, с нашей несостоявшейся героиней третьего сезона реалити-шоу. Человек, который нас обеих поставил в тупик, можно так сказать, с чем мы крайне редко сталкиваемся. Предлагаю утолкнуться от этого нашего нового опыта и поговорить о чувстве удовлетворенности жизнью. Поскольку мы часто в наших эфирах затрагиваем тему как раз неудовлетворенности, того, что можно кидать в топку новых желаний, стремлений, целей. И это вечный двигатель. Это топливо для зарабатывания денег, для новых маршрутов путешествий. Мы с тобой встретили человека, который ничего больше того, что у него есть, не хочет. В чем этот феномен, как думаешь? Ну, видишь, мы ее так вовремя встретили. У нас был накануне эфир про мотивацию. Я очень хотела объяснить эту тему. И основная позиция в том, что все люди пытаются быть хорошими, поэтому всю жизнь, ну, скажем так, играют определенную роль. Я фанат и, наверное, сторонник того, чтобы никакие свои недостатки не прикрывать псевдодостоинствами, а просто использовать весь этот кошмар как реактивное топливо. Потому что понятно, что комплексы, неудовлетворенность, зависть – это то, на чем можно максимально быстро выстрелить. На мой взгляд, гораздо выгоднее признать все свои вот эти качества, использовать их как топливо, долететь, докуда их хватит. То есть по факту, чтобы проработать травмы детства, не обязательно ходить до 90 лет к психотерапевту. Ты можешь взять весь этот кошмар и сжечь его. То есть ты можешь на нем просто проехаться до какой-то точки успеха. И вот когда оно уже все сгорит, прорабатывать нечего, потому что ты, знаешь, не в мягкой форме размазала все это с психотерапевта, а взяла и нагло сожгла, чтобы до куда-то там долететь. И ровно в этот момент, когда мы начинаем вот такую альтернативную версию с тобой обсуждать, прилюдно, в эфирах, появляется Надя. И у меня был большой торг внутренний с собой по поводу того, что, с одной стороны, я понимаю, что задая ей несколько сложных вопросов, которые она способна услышать и обдумать, то точка боли, недовольства и неудовлетворенности найдется. Но поскольку ее мир настолько, скажем так, обособлен от таких злых человеков, которые могут задать ей злые вопросы и вытащить из неги ее безупречного бытия, то есть с ней это не произошло. И вот я ходила полдня, рефлексировала, я понимаю, что, например, я, маньяк-психопат по отношению к себе, стараюсь поддерживать степень удовлетворенности, потому что как только я стану удовлетворена, я заглохну, а у меня достаточно много амбиций, с которыми я люблю заигрывать. То есть амбиции – это мой такой злостный друг, который все время в сарказме и всячески потрунивает и подкалывает меня. То есть я прекрасно понимаю, что я еду на этом топливе, и я никогда не сделаю так, чтобы было все хорошо. Никогда не буду удовлетворена чем-то или скажу, что вот оно идеально. Я не поступлю так по отношению к себе, потому что я хочу все время быть в движении, успеть максимально много, и я хочу развлекаться. У меня свои странные игры. У Нади таких изощренных потребностей нет. Нет. И она прекрасно живет простую жизнь. И она ни разу не задала себе ни один вопрос, поэтому она даже не знает, что там будет больно. И мне кажется, что это здорово. Ну, мне понятна моя позиция, мне понятна ее позиция. Единственное, что в ее позиции меня смущает здоровье. Да, то есть такой фактор, как здоровье, он в какой-то момент все равно нас всех начинает дополнительным игроком в команде. Такое, не забывайте, я тут тоже есть. И, наверное, в ее системе это единственный вопрос, который я не задала. Что делать со здоровьем? Потому что, да, здорово, там, весить 130 килограмм, быть довольной, когда тебе 36. Но когда тебе уже там будет за 50, и ты будешь женщиной с торчащими венками, со сдышкой и с какой-нибудь фазой диабета, будет уже не очень здорово. И, ну, здесь вопрос то, что в настоящий момент все хорошо. А я наперед сразу все думаю. То есть я понимаю, чтобы там выглядеть хорошо в 50, это мне нужно сейчас уже перестать есть углеводы и сахар. Я над этим активно работаю, потому что в 50 я не хочу врезаться в неразрешимую проблему. Мы вспомнили разговор с нашим косметологом, который в реалите давал нам рекомендации с Таней. Таня сказала, что если не начать хотя бы в 30 с собой что-то делать, то в 50 просто будет дико дорого. Если тело никто до 50, ни один специалист не тронул, то кто бы вас не тронул в 50, это будет уже дико дорого, потому что там все уже подзапущено, подзакостенелое. И, наверное, это единственный вопрос, который я не успела задать, и где бы мы, наверное, могли подискутировать. А в принципе я очень счастлива, что есть люди, которым ничего не нужно, потому что они живут свою спокойную жизнь и не встречаются на моем пути. Потому что моя неудовлетворенность жизни, она настолько жирная, настолько огромная, настолько оголтелая вообще и скоростная, что мне бы не хотелось, чтобы кто-то вообще стоял на пути. То есть я бегу в своем ритме, совершенно счастливая, волосы назад. И прекрасно, что таких неадекватных желаний, которые я через точки боли подначиваю, подкармливаю, у других людей их нет, и это удобно. То есть мы можем избежать в этой жизни конкуренции за счет того, что мы разные. И самое ужасное, что происходит в этом мире, это момент, когда все хотят одного. Все насмотрелись одинаковых журналов, все посмотрели одинаковый сериал, все посмотрели одинаковый Инстаграм. И все начали ходить одно и то же. Все хотят ходить в бежевом плаще, все хотят себе до сих пор сумку Луи Виттон. Вообще безвариантно, вот эта коричнево-бежевая гамма. Ну это, конечно, застарелая такая уже хрустященькая цель, отсохшая немножко, засохшая. Но все хотят быть нюд сейчас и носить ужасные какие-то уродские сандалии бесформенные, потому что вот сейчас такая волна, да, там какие-то вот эти вот а-ля кроксы только из кожи все носят. И вот все хотят вот так. Понятно, что туда не стоит лезть. Очень высока конкуренция. Да, тысяча процентов конкуренции. То есть что там делать? Во-первых, тебя намотают на чужие цели, тебя вот так вот прокатит. Для меня это, знаешь, похоже на то, что человека привязали к лошади на Диком Западе и по пустыне, по камням. Прокатили. Примерно так же себя все чувствуют. И вот Надя – это такой эталон проживания, который не намотался ни на какие чужие идеалы. И она абсолютно спокойный, счастливый человек. И если никто никогда ее не спровоцирует на вопрос к себе, ее боль никогда не обнаружится. И я весь вечер думала, чем отличается здоровый от больных. И я пришла к выводу только одним, что больные, они просто себе много вопросов задают. А как только ты задаешь себе вопрос, ты находишь какие-то несоответствия, недоделки, еще не до что-то. Тебе становится больно, и ты становишься больной от слова «больно». А есть здоровые люди, у них все здорово, потому что они вопросы себе не задают. Вот и все. То есть по факту, как еще можно из одной ветки в другую перейти, я не нашла никаких точных констант в этом мире, нет. Здесь дело только внутренней удовлетворенности или неудовлетворенности. Абсолютно с тобой согласна. И я обожаю концентрированную мудрость, зафиксированную в крылатых выражениях, пословицах и поговорках. И в русском языке есть такое выражение «многие знания, многие печали» или «счастье в неведении». И это действительно так. Это не с потолка взятое. Это действительно мудрость веков заключена в этих словах. Я тоже про нее весь вечер думала. Вообще производит это впечатление. И я нашла какие-то сходства даже с собой. Несмотря на то, что я обожаю неудовлетворенность, я тоже ее постоянно во всем чувствую. Но в конце концов, я что, все книжки уже прочитала? Я разве все сериалы посмотрела? Начиная от примитивного, я что, все туфли уже купила, что ли? Боже мой, это просто... Это же вечный бой. Мне это не делает больно. Я понимаю, что много есть чего еще. Я настолько жадная. Вот я сколько успею схватить за эту жизнь, сколько мне отмерено. Я столько и схвачу. Я активно набираю обороты. Но вместе с тем, я даже хотела писать такой пост про то, что интересно будет, чтобы люди порассуждали тоже над этой позицией, себя порефлексировали, может быть, про меня написали. Мне кажется, я человек с заниженными требованиями, что ли. Мне достаточно не очень много. И в этом секрет моего счастья. Мы с тобой только что говорили про деньги за кадром. Я не хочу быть миллиардером. А ты хочешь. И в этом разница. Но твое счастье в неудовлетворенности, в вечной борьбе за это и достижении этого результата. А мое в какой-то гармонизации и спокойствии. Я знаю, что до определенного уровня я дойду, и я хочу отдыхать. Я не хочу переживать о приумножении денег. Я не хочу переживать об их сохранении, например. Не знаю. Но пока так кажется. Хотя, может быть, я тоже себе задаю вопрос. Может быть, я себе не разрешаю просто так думать, боясь неудачи. Почему я хочу миллиарды зарабатывать? Не только для того, чтобы я могла на них что-то быстрее создавать или строить. По факту мы воплощены на материальной планете. Самое интересное, что мы здесь можем делать, это материализовывать. Это материальный план. Развлекайтесь тем, что строят что-то в песочнице. Это самое, конечно, приятное из очевидного. Из неочевидного никто не знает, что в тот момент, когда ты очень сильно развиваешься, ты начинаешь понимать больше, что здесь происходит и зачем. Большинство людей, которых я знаю, ну, точнее, практически все не понимают, где они и зачем. Ну, это матрица, фильм про это снят, конечно, причинно-следственные связи почти никто не знает. Никто не понимает, как управлять энергией, никто не понимает, как устроен их внутренний мир, как собой управлять никто не понимает, как управлять внешними обстоятельствами людьми. А по факту это просто знание или незнание. И вот когда ты много преодолеваешь, а как это происходит? Через какое-то осознание. То есть ты себя в вынужденную ситуацию какую-то погружаешь. Твой мозг начинает искать выход. В какой-то момент, пока ты ищешь выход, у тебя формируются какие-то схемы, планы, решения, конструкции. Какая-то стратегия. И потом вот это решение, стратегия, она все равно начинает наслаиваться проекцией на все в твоей жизни. И решив одну задачку, у тебя появляется запасная деталь, чтобы ее в другие пазлы закинуть. И мне почему нравится все время быть в неудовлетворенности? Потому что у меня через это приходят знания. Приходят знания, ты начинаешь понимать все по-другому. Отношения, материю, время, возраст, сверхспособности, количество того, сколько можно успеть и вообще зачем все это. И мне, конечно, гораздо приятнее сейчас жить, чем, например, 10 лет назад. Потому что 10 лет назад меня интересовали деньги как деньги, как свобода, как развлечение, как какая-то возможность. А теперь я из всего делаю задачки ради того, чтобы напрячь мой мозг, и он сделал новые выводы. И от этих выводов мой мир становится интереснее. 100% людей живут в очень скучном мире. Очень плоский мир, в котором есть только сон, отношения, удовлетворение от работы, какое-то общение, какие-то путешествия. То есть, понимаешь, да, вот сколько бы у тебя ни было денег, очень ограниченные бонусы, которые ты можешь на них получить. Люди, которые ушли очень далеко, для них вот эта база вообще неинтересна. То есть, интересно то, что ты понимаешь и насколько. И эти люди, они друг друга, ну, по запаху определяют, то есть взглядом. Ты можешь зайти в огромную толпу, и вы сразу друг друга вычислите. Видно людей, которые поняли, что здесь происходит, по взгляду. И вот ради этого я готова поднапрячься, потому что просто прожить материальную жизнь, что-то там, не знаю, носить, что-то есть, что-то строить, в какой-то момент для большого ума скучновато. А я голова стик стопроцентный. Правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что людей без боли нет? Нет, просто, может быть, она так глубоко, и не было случая или человека, который бы ее обнажил. Но внутри нас, внутри всех, все равно есть боль, просто кто-то ее использует, а кто-то про нее даже не знает. Людей без боли нет? Нет, есть люди, которые боятся боли, и они всячески всю жизнь ее избегают. То есть, помнишь, в школе мы, когда маленькие учились, всегда был какой-нибудь день прививки или еще что-то. Обязательно кто-то из класса падали штабелями в обморок. Да. То мальчики, то девочки. Да, или заболевали в этот день, или забыли прийти, задержались в столовой. Все к ним с такой толерантностью, что вот, они боятся прививочки, попадали в обморок, такие чувствительные, все очень толерантны к этому. Потому что в каждом из нас есть сопереживание к тому, что другой тоже не хочет испытать боль. То есть, мы не хотим испытать боль, и другой не хочет испытать боль. И это прекрасно, потому что люди, которые готовы испытать боль, и которые интересуются болью, и ее изучают, и рассматривают, они, конечно, достигают сверхрезультатов. То есть, для меня боль – это всегда интересно. То есть, для меня больно, как больно, уже несколько лет не существует. С тех пор, как я у Паши Рзякина прошла несколько випассан, понятие боли, как боли, оно расслоилось. И когда Паша объяснил, что боль – это лишь страх, соединенный с телесным ощущением, мне, наконец-то, стало понятно, что можно слова препарировать. По факту, я сама достаточно наблюдательная, но это был какой-то такой пик. И с тех пор я препарирую все. И вот, например, когда мне говорят «любовь», я не понимаю, о чем человек говорит. Потому что, когда я препарировала «любовь», так там 20 частей. Там столько всего. И непонятно, что человек имел в виду. Гораздо проще вообще слово «любовь» не использовать, а использовать какие-то из тех частей, которые туда входят. Более избранно, чтобы человек тебя понял точнее. Вот мне нравится то, что люди боятся боли, потому что они в ней не разобрались. И они не используют этот рычаг. Хотя, по факту, конечно, это кнопка, которая есть в каждом. Ты просто сам или можешь нажать ее, или вот так вот ее держать, знаешь, вот в такой обороне всю жизнь, чтобы никто туда не пробился. Я голосую за то, чтобы спокойно самому. То есть, почему люди боятся, да? Люди боятся, потому что обычно на эту кнопку они не сами нажали, а кто-то. Это то же самое, что кто-нибудь пришел с улицы и тебе под блузку там холодными руками сделал. И, конечно, тебе неприятно. Но если ты холодными руками себя потрогаешь, с тобой ничего не произведет. Ты к этому готова, и все хорошо. И люди вот так вот оберегают свою точку боли, потому что с детства кто-то, знаешь, там, «Ой, а что за кнопка? Что за красная кнопка?» Иди там, будешь, ты здесь бабах. И, конечно, людям страшно к ней вообще прикасаться, потому что обычно кто-то ее там не умело на пульте твоего управления, знаешь, изучал. Но если ты сам нажимаешь на эту кнопку, это очень спокойно все происходит. Всем привет, дорогие мои, еще раз хочу сакцентироваться на этом моменте, на этой важной мысли, что на кнопки, на свои болевые точки проще нажать самостоятельно. Это не то чтобы не больно, это не так больно и не так страшно. Знаете, с чем сравнимо? Вот я в детстве сама себе занозы доставала там, где это было возможно. Потому что когда даже это делает любящая мама, она старается, аккуратничает, но все равно она не чувствует так, как ты чувствуешь. А сама потихонечку что-то ковыряешься, колупаешь. И в итоге это действительно более безболезненно. Или, знаете, пойти к стоматологу зуб удалять, или я расшатаю его сама. Я расшатаю его сама, мой сын так делает, все время себе молочные зубы расшатывает. И мы только один раз к стоматологу обращались, все остальные были его руками выдраны. Самим легче. Так вот на нашем марафоне «Стань счастлива за 60 дней» ссылка на него на предварительную регистрацию в описании к этому видео. Вы сами будете доставать свои занозы, но под нашим четким руководством. Так плотно мы вас еще никогда не сопровождали. 8 мастер-майндов живых, безлимитных, но тематических мы разделили их по темам по неделям в течение 8 недель. Далее. Огромное количество домашних заданий. Часть из них мы будем проверять. И это тоже очень важно. В общем, наш марафон для тех, кто наконец-то готов перестать теоретизировать, заниматься складированием знаний и перейти уже от знания к действию и результату. Важно. Все, кто зарегистрируется по ссылке в описании, вы 15 июня получите письмо на почту, которую там оставите в анкете. 15 июня придет письмо с предложением лучшей цены на марафон. Напомню, марафон единственный. Повторять мы его не планируем. Лучшая цена будет предложена только 15 июня. Продажи длятся всего 2 недели, потому что 1 июля мы стартуем и больше опоздавших на борт не берем. У вас есть еще некоторое время для принятия решения. И увидимся в следующем выпуске. Он будет на очень актуальную тему про тиранов и жертв. Кто из нас кто? И как мы дошли до такой жизни? Вот, например, я знаю, что я... Ну, чего я боюсь? Я боюсь потолстеть, да? Вот я боюсь потолстеть, и поэтому периодически я хожу с кем-то там разбираюсь, какие-то расстановки. Последняя расстановка была у меня на тему отношений с едой, пищевое поведение. Я делала расстановку по Хеллингеру, потому что я понимаю, что это моя боль, это мой страх. Если в нем разобраться, то он препарируется на кусочки, а с кусочками проще разговаривать. И я могу использовать это как, скажем так, ну, знаешь, внутренний ресурс. То есть вот если человеку сказать ресурс, он думает про что? Про какие-то излишки, про какие-то роскошества. То есть для него ресурс – это излишек чего-либо. А когда я говорю ресурс себе, в первую очередь я смотрю, что там у меня есть из того, что можно сжечь. Первые кандидаты на сжигание – это страхи, боли, какие-то заморочки тараканов. Можно всех сжечь. Отличное топливо. Но люди же как думают, что сжечь можно только свеженькие, сухие, колотые дровишки. А как же можно тараканов сжечь? Это же неподходящий материал. И поэтому у людей нет ресурсов. То есть все люди, они без ресурсов. Потому что в их понимании ресурс – это продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. А у нас денег нет. И вот они всю жизнь так рассуждают. Для меня вот все, что там находится – это все мой ресурс. Мой ресурс – это обиды, мой ресурс – это какие-то комплексы, это недовысказанность, это какая-то недопрожитость. Любые заморочки, любые заблуждения. То есть все является ресурсом. И как только человек это понимает, он становится богатый. Потому что у него оказывается очень много излишков. Да. И, конечно, я буду использовать это. Зачем мне идти со стороны что-то, пытаться какие-то дополнительные ресурсы получить? Если у меня тут еще целая библиотека, знаешь, с детства припасена. Но я ее почти все уже сожгла, конечно. Но я стараюсь периодически свежие травмы получать, например. То есть я сознательно получаю свежую травму, а по кого-нибудь травмируюсь, и это меня поджигает. Я бы хотела всех людей направить... Ты же понимаешь, что когда мы в беседе что-то обсуждаем, они не понимают, что это к ним относится. Да. Я бы хотела... Это к вам сейчас относилось. Я бы хотела сказать, что не пытайтесь выбросить ваши обиды, заморочки, несовершенства, какие-то ваши биполярочки, ваши комплексы, ваши страхи, испуги. Не нужно это пытаться выбросить или проработать с психотерапевтом. Потому что вы берете и свой самый жирный капитал. То есть этого всегда в нас больше, чем чего-то хорошего. А мы считаем ресурсом только что-то хорошее. И я поняла, что в этом мире все в инверсии. То есть, знаете, есть такая теория, что Земля не выпуклая, а впуклая. И что мы живем на внутренней поверхности Земли, а космос – это лишь водный шар в центре и солнцедолбанный фонарь. И я близка к тому, что, скорее всего, так и есть. Потому что чем глубже я копаю психику, тем больше я понимаю, насколько все в подмене. И все, что люди считают плохим, оно на самом деле хорошее. А все, что люди считают хорошим, оно плохое. И я на стороне злодеев. Когда я смотрю фильм, у злодея обычно самые адекватные планы. И он стратегирует, он что-то делает, чтобы это произошло. И у него обычно стратегия, она как бы настолько длинная. Но в конце все равно какой-то классный, вкусный исход. Но хорошие люди, они настолько приземленные, недалекие, тупые, что они, не понимая вот эту долгосрочную стратегию, которая ведет к хорошему результату, они способны только своим тоннельным мышлением увидеть какой-то кусок. И он их напугал, потому что у них нет кругозора. Я предлагаю всем расширить кругозор и посмотреть в сторону плохого. Помнишь, как у Яралаши? Да. Научу плохому. Вот это про меня. Вот все, что есть в общем доступе, как правило, это вранье. А что в общем доступе? Что нужно любить маму и папу, 100%. Что нужно быть хорошей девочкой, что можно быть ответственным, нужно всем подчиняться, нужно со всеми считаться. Быть удобной. Нужно быть удобной, всегда помогать, всегда благодарить. Короче, это бесконечный какой-то фарс выполнения технических каких-то условий проживания. То есть если ты хочешь что-то сделать, то вот, пожалуйста, тебе все писать. И почему-то все хаят кого-то не любить, безответственность, вообще неприемлемое качество. Любить злодеев в кино, это все у тебя что-то не так с головой и так далее. Но там куча ресурсов, которые мы отрицаем из-за того, что это порицаемо каким-то образом. Я не говорю, что давайте сейчас станем мудаками и будем нарушать чужие границы. Но я про то, что вы можете вот это все плохое взять и использовать как личный ресурс, не транслируя на кого-то. То есть вы же сами себя внутри гнобите, пытаетесь дорешить все свои отношения со всеми родственниками, со всеми бывшими, пытаетесь доказать, не знаю, подружкам детства что-то или бывшим парням. И вот это все не нужно выбрасывать. Это огромный ресурс. Просто расширьте свой кругозор, примите мысль, что это тоже ресурс и попробуйте его израсходовать на себя. Это будет первый шаг любви к себе. То есть любовь к себе – это когда сначала я для себя делаю, потом для других. А вот эта вот вся хорошесть, она нифига не про любовь к себе, она про то, что будь со всеми вежлив, будь со всеми хорошей, все стерпи, все проглоти, и потом в себе носи вот эту кучу говна, с которой непонятно, что делаешь. Ну, рано или поздно понятно, она рванет. И миллион там примеров, выплесков в общественном пространстве и в семейных отношениях, все это видят, и все прекрасно сейчас могут соотнести и понять. И женщины, у которых вот под этим поршнем утрамбовываются, некоторые могут прям по 20 лет терпеть, и потом в какой-то один момент, ну там, или за окна шагнуть. Ну, конечно, быть хорошим – это психически ненадежная позиция. Вот быть хорошим – это самое опасное относительно себя. Потому что быть хорошим для всех, во-первых, это нереально, во-вторых, все начинают этим манипулировать, и в-третьих, в какой-то момент ты уже и себя не можешь найти, потому что ты все время угождаешь, где я. И вот пока вы еще совсем не стерлись, или если вдруг вы еще совсем не стерлись, если там что-то от вас осталось, возьмите все свои недовольства, возьмите все свои биды, непроговоренность, используйте это как топливо. Пусть вы скажете себе, я хочу им всем доказать. Это классно. Это хороший процесс, который можно с этого топлива сделать. Пожалуйста, вы можете конкретному человеку что-то доказать, вы можете себе что-то доказать, вы можете назло. Назло – это очень удобный рычаг. Сделать кому-то назло, наспор – это всегда самое верное. Не избегайте этих методов. Они доступны. Сделать кому-то назло гораздо веселее, интереснее. Там появляется соревновательный дух. Азарт появляется, понимаешь? И как только ты делаешь назло, то у тебя кубики топлива откуда? Из обид поступают, из зависти и так далее. То есть автоматически, да, когда ты берешь не слишком правильную, благостную, святую мотивацию, то у тебя и топливо сразу идет, да, с вот этих складов. Там просто склады, которые, понимаешь, никто не отталкивает. Нет, если по-честному признаться, то, конечно, огромное количество залежей, комплексов, обид, неудовлетворенности. Просто они утрамбованные. Люди считают это чем-то постыдным. Поэтому к этому опыту не обращаются. У нас есть короткая фраза, которую можете взять себе как девиз. Хочешь отомстить – разбогатей. И похудей. И похудей. Это комбо. Хочешь отомстить – какие-то есть недопонимания, нереализованности. Разбогатей и похудей. И все просто понятно. Можешь целый список твоих личных мотиваторов написать. Кстати, можно в комментариях попросить людей ни для какого ни конкурса, для саморефлексии как раз найти в себе ресурс там, где они раньше его не видели. В чем может быть ваша мотивация? В чем может быть ваше топливо? Из обид, комплексов, неудовлетворенности, какого-то дефицита, который был в детстве, в юности, во взрослой жизни, каких-то некорректных расставаний и так далее. Поищите топливо. Ну и в какую печку его закинуть, да? Это модель печи. То, что я сейчас назвала. То есть назло. Назло – это модель печи. Как только ты начинаешь делать назло, у тебя автоматически топливо из обид, из каких-то там конфликтов. А когда ты говоришь, я хочу спасти мир, откуда топливо придет? То есть ты не можешь спасти мир, и там у тебя, знаешь, кирпичики топлива из комплексов детских. Нету такого, да? То есть все пытаются быть хорошими, а у них по факту на это топливо даже нет. Чтобы спасти мир, это нужно было, не знаю, 40 лет прожить жизнь миллиардера, у которого уже все есть, и он от адского излишка начинает спасать мир. То есть спасти мир, когда у тебя… И все эти годы он ебан хорошим, что характерно, конечно. Да, спасти мир, когда у тебя нет на хорошие туфли денег, там, или на маникюр, не с чего, понимаешь, то есть топлива нет. И вот люди не понимают, что чтобы быть хорошим, должно быть для этого топливо. Топливо внутри. Но у людей нет хорошего топлива. В мире дефицит хорошего топлива. С чего оно у тебя вообще будет? Но его накопить не с чего. Хорошее топливо, оно с излишком. А вот это вот типа негативное, оно вечно с недостатком. Так мы все с детства в недостатках чего-то. Нам все время что-то мало, и у нас с уровнем какие-то претензии, да. И давайте возьмем это все и сожжем сами. Никому не нужен психотерапевт или еще что-то. Давайте что-то с этого построим. Давайте поимеем что-то с того, что у нас есть. То есть все в нас – это ресурс. Абсолютно все. Отталкиваемся от этого и получаем бонусы. Я самая алчная вообще еврейская женщина в мире, потому что я пытаюсь выгоду во всем найти. Поэтому я желаю вам всем найти в себе силы, понять, что не нужно выбрасывать еду с тарелки в мусорку. То есть я за то, чтобы все ресурсы каким-то образом круговорот соблюдать. Я вот, например, не тот человек, который, знаешь, там остатки еды выбросит в мусорку реально. Я пойду и птичкам куда-нибудь их вынесу. И у меня тут был потрясающий пример. Давайте это будет финишем этой серии. У нас был ретрит в Уфе первый. Мы тренировались в нашем новом доме. И там толпа людей, и все хотят что-то помочь. Ну, понятно, у людей же бесконечное желание. Давайте что-нибудь помогать. И подходит ко мне Илья, наш друг, и берет пучок лука, чтобы порезать. Я наблюдала, как он режет лук. Что делает Илья? Он половину вот этой оплетки с вот этого пучка лука снимает. То есть низ в оплетке остается в этой прозрачной. И вот столько лука торчит. Вот такая вот. Он берет и отрезает вот столько верхушек. То есть он просто их резанул, потому что там хвостики. И выкидывает их. Остается две трети от этого лука. Он режет все, что до белых кончиков, и закидывает в салат. И, соответственно, вот это вот все он как ненужное оставляет. У меня начинает дергаться глаз. Просто, понимаешь? Окей. В этот же день девочка другая предлагает мне помочь нарезать салат. И у меня вот такой же пучок петрушки. Я говорю, ну окей, давай. Посмотрим, посмотрим. Мне даже интересно уже. Знаешь, то есть мир, он реально проекционен. И в каждом действии видно, как человек размышляет. Она берет этот пучок и отрезает вот столько. Ну то есть все ножки, включая немножко пушистиков. То есть она не просто ножки подрезала, она отрезала ноги. И еще там сантиметра два пушистиков. То есть вот столько. И тоже в мусорку дашь что-то. А вот этих пушистиков она мелко режет. Я понимаю, почему у меня в жизни что-то происходит и получается, а у людей нет. Потому что они не понимают, что такое ресурсы. Как режу лук я? Я его сначала размотаю весь, помою. Потом я ставлю широкий нож и вот так вот все вот эти белые попки лука, знаешь, туда пока они в один ряд не сойдутся, я их вот так вот туда прихлопаю. Потом я срезаю полсантиметра, вот чтобы только вот самый-самый не свыкидывал. А все остальное режу и только там несколько засохших перкошек выкидывал. И вот я взяла и 100% ресурса загинуло. А люди все время разбрасываются ресурсами, вообще всеми ресурсами. И очень жалко. То есть когда я вижу, как человек относится к ресурсам, для меня понятно вообще, насколько бесполезны его действия. Никогда не построишь хороший бизнес, если ты от пучка лука две трети выбросил. Ну, очевидно, что ты сдохнешь под плитой этого же стартапа. Ну, ничего не вырастет. То есть это же стратегия распределения ресурсов. И для меня, в общем-то, стала, знаешь, такой идеей, я думаю, когда я в следующий раз буду брать ассистентку, я просто ей дам пучок лука и посмотрю, как она его порежет. Черт, мы раскрыли интригу. Блин, ладно, я придумаю другое задание. Но это показательно, потому что на любом жизненном примере сразу видна стратегия. То есть я человек, который видит ресурс во всем. Он и в хорошем, и в плохом, и в ненужном. Во всем абсолютно. То есть всегда можно найти выгоду, если ты на ней концентрируешься. То есть мой мозг много лет заточен на выгоду, поэтому я не в выгодные отношения не вляпаюсь, в невыгодную поездку не поеду, невыгодный какой-то стартап не начну, не начну невыгодные переговоры. То есть у меня уже настолько заточен глаз, во всех популяризированных тренингах всегда эта тема есть. Начните замечать красную машину, и через два дня вам будет казаться, что все машины красные. Вот у меня мозг сконцентрирован на выгоде, и я всегда все делаю так, чтобы что-то создать из того, что есть. Мне все равно, какой из говна и палок, что угодно в принципе. И я хочу, чтобы вот этот выпуск, наверное, как-то, ну, понятно, что сразу не будет стопроцентного погружения в все свои заморочки, вытаскивание их, и праздничное сожжение масленицы. Но если один раз, два, три раза услышать какую-то мысль, то в какой-то момент она становится нормой, она пройдет свое окно овертона в ваших умах и сердцах, и в какой-то момент вы обнаружите, что у вас дохера всего есть уже сейчас. Да, будет так. Аминь. Лучший финал, выпуск на канале, не забывайте подписываться, и следите, пожалуйста, за свежими публикациями на канале «Женщины», потому что у нас на вас серьезные планы, вместе с Радой в том числе, много интересных тем припасли еще на будущее. До встречи.